Буквально все по полочкам и мелкие инструменты и крупные детали. Но еще год назад, как вспоминают на заводе, огромное количество времени уходило просто, чтобы подготовиться к работе, найти все нужное и донести до места. Сейчас о том, как было, напоминают фотографии в кабинете Оксаны Терентьевой, директора по производству и по совместительству куратора процесса внедрения бережливых технологий. Одновременно с работой делали, все выносили, одновременно делали ремонт, выставляли окна, все завешивали. Но сложновато было, сложновато было все отсканировать, потому что очень много, более 70 тысяч номенклатуры продукции, соответственно, даже ее отсканировать было очень сложно, мы сканировали полгода. Усилия, по словам Оксаны, себя оправдали даже больше, чем ожидалось. За год объемы производства увеличились в 2-3 раза, при этом, как уверяют, на заводе стало лучше и качество. Это аварийный радиоприемник для самолетов, он нужен на случай, если основной выйдет из строя. Такие здесь не только собирают, но и испытывают в разных условиях. В данный момент производим климатическое испытание радиоприемника, аварийный испытание у нас проходит сейчас при минус 40. У нас новые оборудования появились, которые намного лучше, чем старые. Специально сделаны комфортные места. Этот же приемник проверят и в экстремально высоких температурах при 70 градусах, а также в условиях высокого давления и сильной влажности. Если все пройдет успешно, в будущем он может оказаться на борту, к примеру, стратегического бомбардировщика Ту-160 или Ту-95. Игорь Узлов, начальник сборочно-регулировочного производства, честно признается. Поначалу не все рабочие отнеслись к идее оптимизации с доверием, но постепенно мнение изменилось. Можно обратить внимание, уже пространство есть, хотя бы элементарное перемещение стало гораздо удобнее. Могу привести пример, то есть у нас приемка ОТК была, ну на разных этажах мы находились, сейчас ее переместили тоже к нам же, соответственно ускорился прием продукции, ну и соответственно качество. Удобнее получать комплектующие, меньше времени на все эти получения деталей, комплектующих больше времени уделяется на работе. А раньше как было? Ну это нужно было ходить самому на склад, саму считать, обсчитывать все детали, все комплектующие. Вот в таком виде все на виду. Еще больше изменения видны на складе. Вот как было. А так стало. Сейчас каждая самая мелкая деталь пронумерованная имеет свое место. Найти его можно в электронной системе. Открываем и вот здесь вот указан номер ячейки. Появились вот такие стеллажи с ячейками, с адресным хранением. Эффект от использования бережливых технологий оценило и руководство. Завод в основном работает по госзаказу, в таком случае особенно важно все делать в срок. Теперь же получается еще и с опережением. Есть конкуренция внутри страны, ты обязан ее выдерживать. А уж международные конкуренции, есть Китай, Европа и так далее, они предлагают свои интересные варианты. Поэтому, соответственно, мы приняли в свое время решение, организовали группу и вошли в этот проект по бережливому производству. Татьяна Привочкова, Вадим Лукьянов. Послесловие события недели.